И в продолжении темы, сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Чирипов Дабаш Акжиевич. Добрый день, Дабаш Акжиевич. Здравствуйте. Вчера прошло совещание, накануне обсуждалось несколько направлений. Во-первых, это мясоперерабатывающее направление и молочное направление сельского хозяйства нашего бурятского. И прозвучала такая фраза, что не хватает нам мяса. Почему в Республике Бурятия, казалось бы, у нас когда едешь по районам, по нашим видны вот эти стада крупного рогатого скота, овец и мяса все равно не хватает? Ну да, действительно не хватает. Сегодня необходимость в мясе у нас сегодня составляет порядка 70 тысяч тонн. А мы чистого мяса производим сегодня порядка 40 тысяч тонн. Но 30 тысяч сегодня получается не хватает. Поэтому необходимы наши годы, вот последние годы, необходимо нам интенсивно развивать животноводство, увеличивать поголовье. Сегодня, если в среднем по республике взять на 984 тысячи населения наши, значит 450 условных единиц крыс, крупного рогатого скота, скажем, да, ну сельхозживотных, скажем, да, то есть если взять ровно по половине туши животного получается на каждого. Поэтому сегодня не хватает. Но поэтому что нужно делать? Сегодня нужно, необходимо поддержать именно мясное направление, молочное скотоводство. Значит, для этого, чтобы быстро развивалось, необходимо нам племенную службу восстановить. То есть искусственное сменение, эмбрионное сменение, значит, или же приобретать хорошую высокопродуктивную породу, извини, да, значит, или же приобретать быков, производителей. Ну, в общем, селекционной работой надо заниматься, да, чтобы именно увеличить продуктивность. То есть у нас есть вот потенциал, есть база для этого селекционной работы. Более двух миллионов гектаров земли сельхозугодия у нас есть. Значит, сегодня необходимо с землей хорошо работать надо, необходимо культуру, технику надо провести на земле, подсев многолетних трав, значит, луговодство, кормопроизводство. Значит, прежде всего нам нужно создавать кормовую базу. Если этого мы не создадим, большое количество прогулок держать нет смысла. А со специалистами у нас как обстоят дела? Есть кому заниматься этим? Конечно, в последнее время, значит, тенденция возвращения молодых людей в село есть. Есть тенденция возврата крестьянским фермерским хозяйством. Но вот медленно и мало возвращается в сельхозорганизации форма такого коллективного форума хозяйствования, да, СПК, СХО, там, и так далее, да. Вот почему? Потому что там заработная плата, а крестьянская фермерская – это частная собственность. То есть родители, значит, они приезжают, получив высшее образование, ветеринара, там, экономиста и так далее, они приезжают своим родителям в помощь, и потом они идут на грантовую поддержку начинающей фермерии, да, вот, или на создание семейной молочной товарной фермы. У нас вот такие формы есть. Но самым главным движителем развития овцеводства, животноводства в целом, да, значит, должно, значит, закуп мяса, переработки. Для этого нужно создать вот такую схему, чтобы люди не мучились, куда сдавать, и нужно создавать СПКИ, то есть систему забора сельхозхозяйственной продукции, излишков, и его переработки, его реализации, значит, и до поставки, до потребителей, скажем, до прилавков, до стола. А чья вот задача, да, понятно, задача населения – вырастить, да, вот это поголовье, взрастить его, чтобы оно было здорово, это мясо качественное, вкусное. Задача – создать вот эту цепочку, да, вот приема до покупки, до потребителей. Чья вот эта задача? Ну, задача, конечно, здесь, прежде всего, бизнес должен быть заинтересован, да. Мы переработку, значит, те крупные предприятия, которые занимаются переработкой, значит, даже мелкие, но они должны заботиться о своем сырьевой базе. То есть на местах, в селе люди не должны бегать, загрузив свою машину, бегать туда-сюда, значит, куда сбывать свое мясо. Они должны по планному заказному принципу, значит, сдавать мясо. Для этого должна быть у крестьянина, живущего на селе, уверенность, что завтра мое мясо купят по такой-то цене, и это будет в протяжении 5, 10 и все последующие годы. А есть у него сегодня такая уверенность? Такой пока уверенности нету, потому что у нас сегодня 22 убойных пункта, а, значит, все-таки их не хватает. Значит, поэтому в стыке районов, межрайонных, скажем, да, на стыке крупных поселений и так далее, где удобно людям подвозить, значит, должны быть убойные пункты или мобильные убойные пункты, значит, для того, чтобы моментально забирать мясо у населения. Ставить рядом холодильники, значит, или же, значит, мобильные установки такие должны приезжать, и человек должен знать по графику, тогда-тогда я в этом селе, я могу поставить столько голов крыс, да, по-моему, рейсам, по овцам. Сегодня ситуация немного улучшается, если раньше сдать... Дабаш Акжич, я, к сожалению, вынужден вас перебить, у нас подходит время к концу, я предлагаю подробнее это обсудить в программе «Актуальная тема», уважаемые телезрители, смотрите о проблемах и перспективах сельского хозяйства в Бурятии в программе «Актуальная тема», мы продолжаем выпуск.